Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Янина Морозова. Вы смотрите «Больной вопрос» на ТВ21+, программу о том, что же нужно знать, чтобы не болеть. Мы рассказываем о самых наболевших медицинских и околомедицинских вопросах. Но сегодня речь пойдет об особенной теме – психологической помощи и поддержке людей, столкнувшихся с онкологическим диагнозом. В нашей стране этому уделяется очень мало внимания. А зря, считают доктора и психологи, ведь от психологического состояния пациента зависит очень многое. Уже несколько лет в Мурманске работает сообщество онкопациентов «Дорина». Эти люди сами пережили рак и теперь помогают другим бороться со сложными заболеваниями. Совсем недавно участники сообщества «Дорина» отправились в Норвегию, чтобы узнать, как же строится работа общественников с онкопациентами там. Вместе с «Дориной» в поездку отправилась и съемочная группа ТВ21. О всех подробностях расскажем прямо сейчас. Встреча Российской и Норвежской ассоциации онкопациентов состоялась в норвежском городе Финснес. Место это выбрано не случайно, ведь Финснес – это ворота острова Сенья, второго по величине среди 50 тысяч норвежских островов. Его еще называют Норвегией в миниатюре за то, что именно здесь представлено все разнообразие флоры и ландшафтов Северного Королевства. Сенья – место притяжения туристов. Из города Финснес на остров можно попасть по Гисунскому мосту, который и сам произведение искусства, но о красотах и природе чуть позже. Первый день общения целиком посвятили важным встречам. Знакомьтесь, Даниэль Шмидт, он как координатор. В России таких специалистов нет, а в Норвегии их очень ценят. Этот человек и выслушает, и поможет найти медицинский центр по профилю, и пообщается с родственниками пациента. Люди называют он как координаторов «ангелами», ведь они защищают своих подопечных в самый трудный час. Его задача – избавить врачей от организационной и психологической работы. Она требует много времени и особого подхода. А врачам зачастую заниматься таким общением просто некогда, хоть это и важно. Мы работаем и с семьей, и с членами семьи. У нас даже есть специальный центр. Если у человека в семье кто-то заболевает раком, то членам семьи нужна помощь в той же степени, как она нужна самому пациенту. Этому нужно уделять много внимания. Сталкиваясь с онкологическим диагнозом, люди чувствуют страх и растерянность. Некоторые даже отказываются от лечения. Но очень важно начать лечиться как можно скорее. От этого зависит жизнь. Помочь человеку не отчаяться, настроиться на лечение, найти клинику и врача – всем этим занимается он как координатор. Его работу частично финансируют муниципалитет, частично общественники. В Норвегии есть Национальная ассоциация онкопациентов и региональное представительство. Именно они оказывают волонтерскую помощь тем, кто только что столкнулся с диагнозом. Волонтерами чаще всего становятся люди, которым удалось победить болезнь. Они делятся своим опытом, переживаниями. Сейчас в ассоциации коммунный Ленвинг 115 человек. Нашу ассоциацию финансирует Национальная ассоциация рака груди. Количество денег зависит от того, сколько участников нашей ассоциации, а еще от нашей активности. Встречи, совместные поездки, акции. Недавно мы побывали в Будапеште. Эту поездку частично оплатили сами члены нашей организации, частично ассоциация. Для мурманской организации ДАРИ на такой опыт международного взаимодействия первый. Эта встреча – лишь начало большой совместной работы. Ведь вместе справиться с проблемами проще, а у норвежского сообщества есть чему поучиться, считает руководитель мурманской делегации Ирина Иванова. Волонтерская помощь онкопациентам, психологическая поддержка, работа с семьей. Сообщество ДАРИ на пока немногочислено, и им не удается помочь всем, кто в этом нуждается. Мы хотим создать российско-норвежскую группу поддержки женщин. Начнем с женщин, переживших рак груди. И потом в идеале это будут в принципе онкопациенты. Российско-норвежская группа, значит, что мы вместе собираемся, мы вместе общаемся как-то там по скайпу и так далее. Обсуждаем, потому что неважно, ты родился и живешь в Норвегии или в России. Проблема, с которой мы столкнулись, это одна проблема на нас, на всех. В знак дружбы российская делегация приготовила для норвежских коллег мастер-класс по изготовлению необычного ароматного мыла. Для такого мастер-класса нужно немного – формы, микроволновая печь, ароматизаторы, красители, основа и обязательно хорошее настроение. Главное – смешать все в правильной пропорции. Хорошо, что она медленно плавится, потому что если будет плавиться быстро, то может кипеть и будет аварийная ситуация. Расплавить основу, добавить ароматизатор и краситель залить в форму. Вроде все очень просто, а результат – превосходный подарок, который подойдет к любому случаю. Зарядившись позитивными эмоциями, можно вернуться к разговору о важном, например, о питании. Диетолог Будиль Соломонсон родилась и выросла на острове Сене. Уже шесть лет руководит собственной компанией по разработке индивидуальных систем питания. Считает, что самые полезные продукты – те, что выращены в регионе, где живешь. Ее заинтересовало мнение ученых о том, что многие виды рака связаны с нарушением обмена веществ. Конечно, избавиться от заболевания с помощью питания вряд ли получится. А вот стать выносливее, усилить иммунитет и наладить обмен веществ – можно. Я считаю, что моя работа очень важна, потому что я помогаю людям найти именно то питание, которое подходит именно им. И люди должны обладать достаточной информацией, чтобы сделать осознанный выбор касательно своего организма. Важно найти для них эту информацию. А это почти детективная работа. По мнению Будиль, злаки северянам не полезны, поскольку на севере они не растут. А вот рыба и северные ягоды – кладезь витаминов и микроэлементов. От переработанного мяса стоит отказаться, как от крепкого алкоголя. А вот хорошее вино может быть даже полезно. Ученые из Тромсю доказали, что один бокал вина в день не нанесет вреда здоровью. Если вино качественное, оно содержит антиоксиданты. Оно даже полезно. Но один бокал. Если говорить о более крепких напитках, в Норвегии потребление крепких напитков снижается. Здесь очень важно соблюдать меру. Большой интерес у российской аудитории вызвала лекция по лимфодеме. Ведь с нарушением лимфотока сталкиваются почти все, кому довелось пережить операцию с удалением лимфоузлов. Боли, отеки, покраснения. В России этому вопросу не принято уделять много внимания. Но состояние это опасно тем, что продукты обмена клеток не выводятся из организма. Справиться с проблемой помогает физиотерапия, массаж и диета. Кари Мойн Антенсен знает об этом не понаслышке. Ей пришлось бороться не с раком, а с последствиями врачебной ошибки. Мне поставили рак и сделали операцию. Позже выяснилось, что эта опухоль не была раком. А операцию уже сделали. Удалили здоровые лимфоузлы. Что случилось, то случилось. Я сильно пострадала. Руку не могла поднимать. Решила вступить в сообщество онкопациентов. Тут мне помогли. Я пошла на массаж, специальные тренировки на физиотерапию. Теперь уже рука поднимается намного лучше. Самый массаж особенно важен, считает Кари. Но лучше учиться ему на природе. Второй день встречи решили провести в одном из самых красивых мест Норвегии. На острове Синья. Полтора километра из города Финснес по мосту, а потом еще 80 через тоннели по живописному побережью. Мимо удивительных заснеженных гор, фьордов и уютных маленьких домиков. Первая остановка на пляже Эрсфьорд. Здесь плещутся волны ледовитого океана. Купаться холодновато, а вот ноги помочить можно. Совсем недалеко есть необычная смотровая площадка – Бергсботен. От вида просто дух захватывает. Здесь можно сделать лучшие фотографии или просто помечтать, созерцая красоту. Это лучшее место для самомассажа и медитации, считают норвегисты. Простые движения, глубокое дыхание – это не просто гимнастика, а определенный комплекс воздействий. Тут важно, чтобы все было в гармонии и внутреннее состояние, и окружающая красота. Это лишь на первый взгляд ничего особенного. Но на самом деле такой массаж помогает усилить ток лимфы и крови, избавляет от отеков. После всех водных и воздушных процедур аппетит разыгрывается не на шутку. А совместный пикник на воздухе – отличный способ подружиться. В меню кофе и печенье. Примечательно, но на острове Сене очень много оборудованных мест для перекуса и отдыха. Оказывается, сюда приезжает очень много туристов на велосипедах. Люди ставят палатки, отдыхают, наслаждаются видами. А еще здесь отменная рыбалка. По дороге назад делимся впечатлениями от увиденного. Будель Сторм Эндрессен родилась и живет в Норвегии. А вот на острове Сене побывала впервые. Необычайно красивое место. Я очень счастлива здесь побывать. Удивительно красиво. Вообще замечательная у нас встреча получилась. Она мне запомнится надолго. На лекциях было очень много полезного. А поездка вообще незабываемая. Все хорошее быстро кончается. Вот и эта поездка подходит к концу. Впереди прощальный ужин и обмен подарками. Примите, пожалуйста, от нас этот символ муниципалитета Ленвик. Мы рады встретиться с вами здесь. Совсем скоро этот знак станет историей. С 1 января 2020 года наш муниципалитет перестанет существовать. Но мы ждем вас снова в гости. Уже на осень назначена новая встреча. Сообщество онкопациентов из Ленвика приедет в гости к мурманчанам. В программе семинары, встречи и совместные прогулки. Ведь только сообща можно достичь лучшего результата. Доказать, что дружба – одно из самых замечательных лекарств. Врачи не устают повторять, что психологический комфорт – это тоже качество жизни. Участники сообщества Дарина стараются помочь всем, кто столкнулся с онкологическим диагнозом, найти необходимую помощь и поддержку. Ведь теплое общение тоже способно творить чудеса. Вы смотрели программу «Больной вопрос» на ТВ21+. Если вам есть чем поделиться с нашей командой, звоните нам по телефону 400-870. Оставляйте сообщения в социальных сетях и делитесь мнением. С вами была Енина Морозова. Берегите себя и до встречи в новом телесезоне.